Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Наше с вами внимание последнее время приковано к якутским бедолагам. Кого-то успели спасти, кого-то уже нет в живых. Кого-то ищем и не находим. Холод и голод. И как-то без внимания остались уже спасённые якутята, которые прилетели в Москву. Их больше двухсот, и они хотят есть. Быть сытыми каждый день. Почти одновременно заканчивается корм на всех передержках, а их всего шесть. Больших и не очень больших по количеству. Больших у нас четыре передержки, там по сорок-шестьдесят собак. И все они хотят есть каждый день. Операцию Груни, недавно прилетевшей, пришлось отложить, пока не собрана вся сумма. Пока лечим её печень и откармливаем. Но делать операцию в ближайшее время надо. Шесть собак простерилизованы на днях. Надо тоже это оплатить. Надо закупить большую партию глистогонных препаратов. Это обязательно надо сделать, и делаем это регулярно. Это тоже надо оплатить. КОНЕЦ КОНЕЦ Недавно приехавшие собаки все истощены. Поэтому главным остаётся закупка большой партии корма. Объявляем, друзья, День Стольника и просим вас отозваться любой суммой, чтобы они жили, чтобы не вспоминали голод и жестокость этого города Якутска. День Стольника, друзья. Помогайте, помогайте им, пожалуйста. Ну что, будешь вставать? Марсик, вставай давай. Марс! Марсюша, вставай! Заспал? Неохота? Дождь идёт. А пописать-то надо? Давай, вставай. Марсик! Марсик! Вставай! Вставай давай! Давай, давай, вылезай! Молодец! О! Молодец! Доброе утро! Марсианец! Чё ты с ними не играешь? Скажи, да ну их нафиг! Скажи, да ну их нафиг! Правильно! Ну-ка, приструни их давай! Давай, Марс, давай вперёд! Безобразие, да, Марс? Устроили здесь, понимаешь ли, гонки. Джем, пиратик, привет, мой красивый пёс! Перси! Ах, ты умница! Перси! Вот какой красивый, скажи, рыжий! Рута! Вот привет, красавица! Ручи! Рута! Ну-ка, расскажи, расскажи! Умница! Всех строит наша Рута! Да, молодец! Привет, Мишка! Жужа! Гуляем сидя! Вот она! Тонны песка! включить свет ведь это она вся в песке это не грязь я все отмыл и вот чистая вот она не становится грязно это папа вот это же я пока не тугом занимаюсь песок но она сейчас вот понимаешь поцарапана мелко царапана и ванны переноска так это еще чистый называется это из переноски сниму девочки вам маленькое видео которым вот сейчас чем я занимаюсь это вот мы с они выходные скомпоновали баул вот это тоже выходные а вот из этого всего надо сделать так чтобы было не очень высоко по высоте помыли и вот из этого надо еще сделать два баула они тяжелые неприподъемные вечером приедет таксист и надо будет отвезти другому таксисту а он уже отвезет на неделю отправить то есть самолетом в якутск если это все получится вот этим я сейчас занимаюсь потом ну а теперь дела якутские там ожидают вылет уже 15 наших больших спасенышей трещинка и несколько кошек белую собачку с трудом нашли искали несколько дней добрая женщина я нашла повезло же девчули явно домашнюю выкинули очень ручная бежит к человеку улыбается светится от контакта с человеком добрая женщина завела на несколько часов домой погреться а в ночи увезли на передержку держать не могут свой пёс агрессивен не принимает на на утро собачку повезли на стерилизацию назвали ее ася красивая таковой после стерилизации хвостиком виляет состояние хорошее друзья помните песика в недавнем ролике что сидел в углу вольера ппж и боялся жутко и возле которого грелась серая девочка со швом на животе от стерилизации мы забрали обоих сначала девчушку а через пару дней пришли и за скромным зашуганным мальчишкой видимо очень ему доставалось от людей боится страшно встать на лапы боится стелется по бетонному полу хочется обнять обогреть научить радоваться но до этого далеко жалко нет индивидуальных передержек с индивидуальным подходом пошли 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 поехали домой поехали может кто пожелает поделиться с ним своим теплом и любовью это очень благодарные собаки а сейчас они все на передержках и ждут своего вылета своего пассажира самолета по поводу двух собак за которых очень вы просили так что лапку подавала через решетку и просилась ее забрать это что с кровью после дротика в вольер сообщаю их не нашли буквально через день поехав за ними можем только предполагать что с ними но перепутав вместо собаки с дротиком вытащили из вольера другую несчастную бело-серую девочку но когда мы поняли что это другая собака то встал вопрос запихивать ее назад в вольер а значит на смерть или ее забираем в таких случаях я всегда говорю судьба быть собаки по ошибке спасенной значит ей жить значит забираем а назвали ее анфисой пусть хоть она живет в память о том кого не успели забрать какая девонька вот она какая ласкуша радуется что собирается домой да ты едешь домой да домой едешь какая счастливая довольная ну поехали домой потом москву поедешь флори знаете друзья находясь в ппж или просматривая кадры несчастных замерзающих никому не нужных бедолаг но бесконечно добрых и хотящих жить любить человека без слез и содрогания реагировать нельзя и вот очередной скелетик попадается нам на глаза то ли лапки поджимать то ли брюхо подставить человеку то ли на задние лапки встать как цирковая собачка но также хочется спасти и его но я то больше не тяну поэтому предлагаю вам посмотрите на него возьмите кто-нибудь добрый человек откликнись возьмите из москвы или питера поставим на очередь ведь привезем неужели только на платную передержку мальчишка какой замечательный и несчастный а каким он будет благодарны вот этого пса очень сильно за и покусали в вольере я его кричала спасала вот его посадили в бутылку но он кашляет вот кашляет как будто бы у него шея там пропусан вот такой парень добрый-добрый отпускает меня такой хорошенький сразу ложится на на сразу на спину ложится и говорит поглоти меня поглоти меня ой ой видите да кашляет кашляет как даже как как и и и и и и и и и